Ну что ж, ребятки, я всех приветствую, сегодня будет новое видео, в котором мы начнем наш такой маленький путь, не знаю получится у нас или нет, но все зависит только от вашей активности. Сегодня у нас будут некие такие будни дальнобойщика, я вам покажу с чего мы будем начинать, потому что, как вы знаете, я продал все свое имущество, включая магнум и газон, и теперь мне нужно начинать все в принципе заново. Заново в том плане, что мне нужно сначала будет купить магнум, потом уже наверное газон там и так далее, я думаю вы это все прекрасно понимаете. Ребятки, это получается первый будни дальнобойщика в этом году, и давайте сделаем так, если здесь будет актив, если вы наберете здесь 150 лайков, то я буду продолжать снимать данную рубрику. Если я увижу то, что вам это не интересно, будет плохой актив, то это будет последняя серия по этой рубрике, и больше никогда будет дальнобойщика, я снимать не буду. Ребятки, я напоминаю то, что играю на проекте Амазин Холиплей на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а при старте игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей. Ну что ж, ребятки, могу вам пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. А перед началом ролика хотел бы вам посоветовать очень интересный канал моего дружбана, моего братишки, называется канал Америкос, это парень, который живет в Америке и играет на проекте Амазин Холиплей. Он делает стримы, розыгрыши, поэтому ссылочка на его канал будет в описании, поэтому заходите, смотрите, подписывайтесь, он будет стараться делать стримы 3-4 раза в неделю, поэтому я вам советую поддержать, буду очень сильно благодарен. Ну что ж, ребятки, давайте, я думаю, начнем именно с имущества, что вообще у меня, в принципе, появилось за это время, когда я все продал. Итак, ребятки, что у меня по имуществу? Я себе приобрел вот такой вот замечательный автомобиль, это М5 F90, просто с нейтройском. Эта машина идеально для этого подходит, чтобы возить мою жопу, потому что она на первом чипе едет почти 290, тем более это М5, это F90, я ее прекрасно знаю, я умею на ней ездить, поэтому я себе приобрел вот такой вот получается автомобиль. Если что, ребятки, я ее собирать не буду, то есть эта тачка куплена на время, но рабочий автомобиль у меня получается это Рено Т. Да, ребятки, дожился, понимаете, дальнобойщик просто, 115 скилл и будет работать на Рено Т. То есть, если вы посмотрите мой автопарк, у меня получается есть М5 F90 и тягач Рено Т. По поводу скилла, если что, я не вру, у меня действительно 115 скилл. По поводу Рено Т, ребятки, тоже, как бы обычная машина, без нитро, без ничего, просто ФТ-100. Реально, ребятки, просто дожился на Рено Т, буду работать, вот это я блатной просто, да? Кстати, ребятки, я хотел заметить то, что, видите, у меня такой замечательный скин, у меня еще есть скин Снегурочки, Микки, мой подписчик, мне это все подарил. Большое ему спасибо, если смотришь, тебе приветик. Блин, на самом деле, я очень сильно отвык от Дальна, просто максимально просто отвык, потому что я то на Венде сидел, то просто нихера не делал, катался. И тут, понимаете, надо уже работать. Но пока что, пацаны, начинаем как бы с самых низов. То есть, Рено Т, это самая дешевая фура, которую можете приобрести для работы дальнобойщиком. Ну что ж, ребятки, первый наш рейс, отправляемся, получается, в Лыткарина. Вот комиссия, конечно, да, напрягает на фурах, именно с прицепом. Комиссия жирает очень много денег, особенно, если ты возишь там сотые, сто десятые скиллы, то у тебя отнимают там по пять, по шесть тысяч. Вот это прикол вообще, вот это прикол. Вот за это я, конечно, не особо люблю фуры, потому что такие вот бывают неприятные моменты, то, что ты можешь там завариться, в прицепе, улететь там и так далее. Блин, честно, я всегда удивлялся, то, что вот постоянно я все продаю, и мне нужно начинать сначала, сначала, то есть нужно заново, как бы потом будет газон собирать, понимаете. Я же тогда газон собрал туда, неон поставил, получается, который я всегда хотел, именно красный, и мне этот газон пришлось тоже продать. Магнум просто себе купил, который тоже хотел, тоже на неоне статичном, тоже его продал, понимаете. То есть мне уже в третий раз придется собирать обратно фуры, понимаете. Я тогда себе собрал газон, третий чип, аудио, нитро, гидравлика, тоже продал, чтобы купить бизнес-перекресток. Тем временем, ребятки, я уже подъезжаю до южечки, сейчас на второй рейсик, получается. Я не знаю, сколько мы рейсов за эту серию сделаем, вот 58 тысяч, да, ну давайте, я думаю, поедем, хотя есть лесорубы, давайте лучше на лесорубы поедем, потому что все-таки у меня как бы не газон третий чип нитро. Ехать как бы с южки в этого, это будет очень жестко, поэтому давайте все-таки я удержусь, поеду на лесорубы. Я вам реально скажу то, что на Рено Т мне довольно-таки комфортно работать, потому что я примерно месяц не катал дально, именно так, чтобы нормально. Там бывало, как я говорил, пару рейсов сделал и забыл, то есть толком я не катал. И я сейчас как бы вернулся на Дально, сел на Рено Т, и меня он полностью устраивает. А если бы я до этого, знаете, катал бы на газоне, и вот допустим, вчера катал на газоне, сегодня пересел на Рено Т, мне было бы дискомфортно. А так как бы я отвык от третьего чипа, отвык от газона, и мне на Рено Т реально комфортно работать, но в любом случае нужно будет стремиться к лучшему, стремиться сначала к магнуму, возможно там второй чип нитро, потом третий чип нитро, и потом уже газон. То есть будем потихонечку как бы копить бабки, в любом случае в первую очередь мне нужно долго дать, то есть на Рено Т скорее всего я буду долго работать. Ну а так на Рено Т реально неплохо, едешь себе, 165, бодренько, все хорошо, то есть все нормально разгоняется, нормально управляется, ну реально тачка хорошая. Так, следующий рейсик мы привезли, все, 41 тысяча, вообще бодренько, бодренько, ребята. Так, в Юшку обратно, конечно мы поедем в Юшку. Ну что ж, ребятки, следующий рейсик успешно привезен, бабочки на базу, как бы ну в этого просто далеко ехать, и особо смысла нету. Пока мы будем ехать до этого, мы сможем сделать здесь два рейса, понимаете? Был бы газон без проблем, ну реально. А так у меня комиссия, мне особо смысла ехать туда нету, потому что я получу не 58 тысяч, а допустим там 52. Блин, на самом деле у нас все нарядно, потому что я при быстрее со спросом получил 54 тысячи рублей. Такого ощущения у меня нету, понимаете? Ух ты, блядь. А, я забыл про этот лед. Нихера себе, вот это меня развернуло чуть-чуть, да? Я из-за него сломался. Ты, кусок льда. Охуел тебе шо, ебать? Ты на кого бочку катишь, ты, блядь? Валера нах. Опа, давай, полетел маленький. Давай, 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 разгоняйся. Ох, какой подрывчик, пошел, пошел, смотри. Ой-ой-ой. Ну реально бодро набирается, согласитесь? Хопа, 360. А, на фуле видали? Видали такое? Сейчас тогда к Ванюшке залетим. Мой бывший бизнес, ребята, блин. Какой же он пиздатый. Просто я у Вани Финку видел. У Вани здесь Финка 4 дня подряд была 4 миллиона, понимаете? Я про, блин, меня же, знаете, сука, душу терзает, блядь. Охуенный бизнес просто, реально. Да, СТО, конечно, будет поинтересней, поприбыльней. Но здесь Финка реально стабильна и охуенная. Этот бизнес, я считаю, ну, самый пиздатый именно. Ну реально, блядь, Ване прям вообще завидую. Я не хотел, честно, продавать этот бизнес, потому что... Я понимаю то, что он пиздатый. Реально, я это понимаю, я не хотел его продавать, честно, вообще. Прям вообще так не хотел просто. Я думал, думал. Надо мне ТОСТО, не надо, реально. Я просто к этому бизнесу привык. Я его держал 5 месяцев. Ну, я знаю то, что здесь пиздатая Финка, она здесь стабильная. И меня это радовало. То есть я особо с ними заморачивался. Продукты завозил раз в 3 дня. То есть меня этот бизнес полностью устраивал. И, блин, мне реально было жалко, конечно, отдавать его. Прикиньте, 3 ремки только можно положить. Это несправедливо, блин. В Магнум в 5 лазит, по-моему, да? В Магнум же в 5 лазит. И в Газон, по-моему, в 5 лазит. Реально бизнес жалко, честно, блин. У Вани реально очень сильно повезло. Да, я понимаю то, что я этот бизнес купил за 600 лямов. Продал за миллиард. Но, в любом случае, я считаю то, что это пиздатый бизнес. Ну, реально, блин, так саказалка было продавать. Пиздец просто. Я к нему привык, ну, прикиньте, 5 месяцев держать. Ну, почти полгода я его держал, понимаете? Я уже к нему привык. Меня все устраивало. Финка была бодрая. А в СТОшке, видите, Финка не такая стабильная. Меня это очень сильно бесит. Реально, очень сильно бесит. Потому что я привык, что в 247 Финка там утром зашел, у тебя там 700 тысяч. Зашел в обед, у тебя там лям 200. Зашел под вечер, там уже 2 миллиона, понимаете? То есть в 247 всегда стабильная Финка. А в СТО у тебя может целый день быть нихуя, а потом под вечер там 10 лямов, понимаете? Еще минус в том, что в СТО я завожу продукты каждый день. Потому что за день проды реально улетают. Ну, не все, конечно. Просто там остается, допустим, 10 тысяч продов. Я думаю, я сейчас пойду спать. А вдруг кто-то заходит затюнется, у меня прода закончится. Поэтому я каждый день завожу себе фулл склад в СТО. А в 277 раз в 3 дня завозишь проды вообще с кайфом, понимаете? А в СТО я завожу каждый день. Мне, в принципе, похуй на статистику именно. Вот, допустим, вот я вам покажу. То есть вот я проду завез. То есть мне над эту статистику, честно, похуй вообще. То есть я каждый день проду завожу. Поэтому как бы вот такая вот финочка, пацаны. Почему мне похерена именно на статистику? Потому что я этот бизнес продавать не буду, понимаете? То есть я не буду, знаете, переживать то, что... Ой, блядь, я сейчас проду завезу. У меня в статистике будет маленькая финка. Нет, мне на это вообще насрать, понимаете? Поэтому я на статистику уже болт просто забил. Я за это не буду переживать. Завезу проды, будут у меня там за день показывать 1 миллион. Да и хуй с ним, понимаете? Я-то знаю то, что он мне бабки несет. И бабки я буду снимать с ним. В 2007, да, я переживал то, что, да, надо там... Проды завозил именно после 12, потому что после 12 обнуляется финка. Но я понимаю то, что этот бизнес, скорее всего, я когда-то продам. Поэтому мне нужно было показать, ну, человеку статистику, понимаете? Именно для этого я старался, как бы я проды завозил всегда четенько, чтоб все было там и так далее. А сейчас я верю на то, что из 100 я продавать не буду. Поэтому мне на статистику, в принципе, все равно. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Если оно вам понравилось, я вам повторяю. Если на этом ролике будет активчик, если будет 150 тайков, то в будущем будет выходить, также будет доля бойщика. Если нет, то это была последняя серия по данной рубрике. Поэтому все зависит только от вашей активности. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.